Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, мы с вами снова на финансовых рынках, чтобы проанализировать тот новостной фон, который на рынке сложился за прошлую торговую сессию. Сегодня отмечу то, что начинаем мы с очень хорошего настроения, поскольку, говоря про нефть, нам сейчас выпала, собственно, возможность отмечать именно коррекционную динамику, которую мы с вами ждем очень давно уже. В частности, класс заключительной, точнее, вчерашней сессии 54.73. По бренду, конечно же, сейчас актив торгуется чуть выше, но в целом гораздо ниже тех уровней, которые мы видели с вами в конце прошлой недели. Если разбирать детально вчерашнюю торговую сессию, в принципе, начало недели, совершенно очевидно то, что оно произошло и было показано нефтью на, скажем так, минорной ноте, потому что потери оказались просто катастрофическими, больше 2%. Это, по-моему, максимальное дневное снижение за множество последних недель, и мы сейчас находимся на минимальных значениях, по-моему, даже середины декабря. Не хочется, конечно же, каркать, поскольку очень часто бывало так, что мы с вами начинали прогнозировать то, что коллекционная динамика продолжится и дальше, и нефть каким-то чудом разворачивалась. Я верю в то, что медведи все-таки вчера не просто так показали свой характер, и вслед за тем снижением, которое наблюдалось, будет еще большая просадка. Будем следить за тем, что происходит на рынке, но объяснить вчерашнюю ситуацию и коррекцию можно, опять же, ища подсказки и поддержку фундамента. В частности, уверен то, что участники рынка еще раз прибегли к новостному фону, связанному с ростом количества интерненных терминалов в США по версии Baker Hughes. Вы помните, что снова количество выросло на 4 штуки, сейчас это уже 529 единицы, десятая неделя подряд роста и максимальное значение по платформам с конца 2015 года. Поскольку цены на нефть продолжают находиться на очень высоких значениях, мы с вами можем смело говорить о том, что эта тенденция будет продолжена и дальше. И каждый раз, когда есть возможность констатировать рост терминалов, мы говорим и об увеличении добычи со стороны США. Сейчас участники рынка выделяют два региона, которые могут в конечном счете определить и определять дальнейшие перспективы всего рынка углеводородов. Это Содружство, скажем, ОПЕК и Соединенные Штаты Америки, потому что США по итогам последнего месяца показали максимальные объемы по экспорту и импорту этого сырьевого актива. Второй фундаментальный фактор – это комментарий министра нефти Нигерии о том, что в декабре уровень добычи был на отметке 1,9 миллиона баррелей в сутки. Напомню то, что в конце 2016 года Нигерия ставила цель поднять планку по производству до 2,2 миллиона. Ну, 1,9 – это ниже, конечно же, но все равно гораздо выше, чем те значения, с которых Нигерия начинала год. И, в частности, мы знаем то, что это очень неспокойный регион, геополитическая напряженность, регулярные боестолкновения, которые зачастую оккупируют работу инфраструктуры, месторождений. И, наверное, это основная причина, из-за которой до сих пор вот эти амбициозные планы по увеличению добычи не были реализованы в полном объеме и в полном формате. Здесь стоит сделать ремарку в сторону того, что, если рассматривать те регионы, которые были исключены из соглашения ОПЕК, у нас есть Ливия и Нигерия. И я считаю то, что эти два государства смогут создать очень много проблем для всего рынка черного золота. У них есть незадействованных производственных мощностей еще на 2 миллиона баррелей в сутки. И если даже частично, скажем, эти мощности будут использованы в перспективе ближайшего полугода, то они смогут полностью нейтрализовать то положительное влияние, которое имеет место быть сейчас на рынке углеводородов по факту достигнутого соглашения ОПЕК и тех регионов, которые не входят в это объединение. Я напоминаю то, что, конечно же, мы говорим о решении ограничить производство на 1,2 миллиона. Это со стороны ОПЕК и еще на 600 тысяч со стороны других представителей. Что касается дальнейших ожиданий по нефти, как я уже отметил, чтобы не каркать, предлагаю просто следить. Ну, все-таки верить в то, что вчерашнее снижение – это не просто откат от тех максимумов, которые были достигнуты на прошлой неделе. И, может быть, это начало формирования того самого коррекционного тренда, на который мы с вами настраивались очень давно. И хорошо то, что сейчас участники рынка возвращаются все-таки, наверное, к здравой, адекватной оценке будущих перспектив этого актива, не игнорируют фундамент и не игнорируют тех игроков, которые уже неоднократно блистали на рынке с точки зрения определения какого-то негатива. Про Ливию мы с вами говорили еще в конце 2016 года. Но вот почему-то сейчас, когда последовала вот эта коррекционная динамика, трейдеры вспомнили про то, что действительно Ливия обещала поднять производство до 1 миллиона уже в ближайшие 2,5 месяца. Здесь у нас снова еще и Нигерия. И не забываем про Соединенные Штаты Америки. То есть, та самая проблема, которая стала причиной некогда тестирования Brenton сначала отметки 40 долларов за баррель, потом ниже. То есть, проблема с перепроизводством на всем рынке, эта проблема сохраняет свою актуальность. И я думаю, что как только трейдеры все-таки осознают тот факт, что соглашение ОПЕК по снижению добычи на 1,2 недостаточно, чтобы решить ее, мы увидим более серьезное ослабление нефти. Но его придется, конечно же, подождать. Но ждать мы с вами умеем. Рубль 59.93, как только Brent оказался на столь низких ценовых значениях, конечно же, это стало причиной давления на курсы российского валютного актива. Вчера под закрытие, собственно, дня мы видели, как прессинг на нефти усилился, соответственно, российский рынок уже был закрыт. Я допускаю то, что сегодня с открытия пара доллар-рубль продолжит двигаться вверх, и мы сможем в закрытии сегодняшний день выше 60. И пойдем на уровень ближайшего сопротивления 62 против американца. Хочу сделать особый акцент на то, что сейчас наблюдается в отношении британской валюты, потому что фонд очень бодро с точки зрения потерь начал эту неделю. Пожалуй, он уже сохраняет с собой статус одного из главных аутсайдеров. Если мы будем констатировать коррекционную динамику последних дней, то за два дня, то есть в пятницу, фонд потерял больше 150 пунктов и реально претендует на тестирование поддержки, которая выступает нашей с вами целью 1.21. Вчера, между прочим, локальный минимум был на отметке 1.21.22. 22 пункта, вы представляете, оставалось до нашей с вами долгосрочной цели, но медведи не нашли, может быть, дополнительной поддержки для своей коррекционной идеи, чтобы сразу пробить эту поддержку и позволили быкам вмешаться в ситуацию. Пара несколько отпрянула от этой планки, сейчас котировки 1.21.52, но все равно фонд является аутсайдером. А вот теперь давайте поговорим про причины, из-за которых фонд оказался под таким давлением. Стоит отметить то, что влияние на британца оказывает доллар, пусть он сейчас локальный и слабым, особенно против японского конкурента, Но мы понимаем то, что доллар остается самым динамичным, хотя бы с точки зрения потенциала роста активов, потому что доллар предвкушает инаугурацию Трампа и предвкушает, возможно, самые масштабные со времен Рональда Рейгана бюджетные стимулы и налоговые послабления, которые могут стать реальностью для американской экономики в самое ближайшее время. Еще большее влияние, гораздо большее, скажем так, на фонд оказали дополнительные подробности относительно процедуры Брекзита. И здесь нам нужно сказать спасибо Терезе Мэй. Мы знали то, что ситуация с Брекзитом, она снова станет актуальной для рынка. Просто нужно подождать какой-то большей конкретики по этому поводу. И мы ее дождались. Тереза Мэй накануне сообщила о том, что после детального разбирательства ситуации, анализа всего, что происходит, правительство Англии приняло решение сделать большую ставку на ограничение миграции, а не на контроль и не на сохранение доступа к единому европейскому рынку. Важно отметить то, что подобная позиция Терезы Мэй в течение очень длительного периода времени для британской валюты выступала чуть ли не основным негативным фактором, который сейчас уже реализован. Мы говорим по факту. Тереза Мэй сделала выбор в пользу контроля миграции, а значит нам остается дождаться и в принципе наблюдать, как резко сейчас будут ухудшаться отношения с Европейским Союзом. Следующей вехой в череде важнейших событий, инфоповодов для фунта будет, конечно же, инициирование 50-й статьи Лиссабонского договора. Напомню, что участники рынка ждут официальный старт процедуры Брэкзита уже до марта месяца, ну может быть к концу марта. И, соответственно, как только это случится, на фунт будет оказано еще большее давление, которое способно обеспечить этот актив очень мощным коррекционным импульсом и позволить паре фунт-доллар не то, чтобы добраться до отметки поддержки 1.20, а оказаться гораздо ниже, потому что, ну, другого, наверное, расклада уже и не будет. Были надежды то, что Тереза Мэй сможет выработать позицию, которая устроила бы всех, то есть она будет в хороших отношениях с Еврогруппой, действительно будут обсуждаться условия, которые позволят Англии сохранить доступ к единому европейскому рынку и сохранить вот эту целостность торгово-партнерских отношений. Сейчас это уже не так, поэтому мы с вами должны быть реалистами. Если ситуация развивается в таком ключе, значит, будем готовиться к усилению темпов вывода капитала из этого региона, будем говорить о том, что Лондон лишится центра финансового, звена мировой финансовой системы, и будем с вами обсуждать более мрачные перспективы для экономики в целом, как следствие всего того, что я сейчас обозначил. Да, я допускаю то, что Тереза Мэй сейчас попробует прыгнуть выше головы и предпримет условия, точнее усилия, чтобы достигнуть какого-нибудь дополнительного соглашения, которое позволит сохранить единый, скажем, европейский рынок и сохранить факт свободной торговли между Англией и странами ЕС. Но почему-то мне кажется, что Еврогруппа не поддержит подобные инициативы и решение вряд ли будет положительным, потому что Тереза Мэй за последние несколько месяцев не приняла ни одного условия, которое позволило бы сохранить Англии теплые отношения с Европейским Союзом. Поэтому возвращаемся к теме Брекзита. Долго мы этого ждали, и наконец-таки видим, что эта тема снова является доминирующей для британца. Все тут же забыли про сильные макроэкономические отчеты, а я вас предупреждал, что не нужно обращать внимание на эту статистику, потому что она будет тут же сведена на нет, как только все заговорят о последствиях Брекзита. И сейчас мы с вами о них и будем говорить, постепенно ожидая марта и официальный старт процедуры выпада и выхода из состава Европейского Интеграционного Союза. Надеюсь, что это произойдет и случится еще до марта. Ближайшая цель, как и раньше, остается план 1.21. Я думаю, что при сохранении импульса сможем добраться до этой цели сегодня-завтра. А, быть может, уже пойдем на следующий уровень поддержки 1.20. Доллар японская иена. Здесь динамика и поведение не совсем логичные. Мы видели подобное отсутствие логики еще на прошлой неделе, когда вышли довольно жесткие протоколы последнего заседания ФРС. И доллар не отреагировал в должном позитивном ключе на них. Сейчас мы понимаем то, что стоит готовиться к инаугурации Трампа, стоит готовиться к реформам. Мы слышим комментарии представителей ФРС, видных чиновников, в частности вчера Денис Лохард и Розенгрен, которые, в принципе, известны своей жесткой позицией. Что общего? То, что оба они видят хорошие возможности для достижения цели по инфляции в 2% уже в 2017 году. То, что американская экономика считает близка к показателям максимальной занятости. То, что экономический рост продолжится. И, в частности, Розенгрен видит уместное повышение даже трехкратного повышения ставок в 2017 году. Денис Лохард более, скажем, здесь консервативенен. По его мнению, он уже сейчас рассчитывает на 2% повышения процентной ставки. Но, в сути дела, это не меняется. Оно жесткие взгляды. И Денис Лохард отметил то, что, в принципе, темпы повышения процентной ставки и жесткость позиций ФРС будет зависеть от реальной экономической конъюнктуры внутри американской экономики. И вот комментарий, который лично мне понравился, был связан с тем, что Денис Лохард видит все условия для роста американской экономики выше 2%, даже без активного бюджетного стимулирования Трампа. А если мы будем говорить уже и про эти стимулы, то тогда американская экономика получит еще больше бенефитов. Соответственно, и темпы экономического ставления будут еще более значительными. Резюмируя то, что мы вчера услышали, это, конечно же, хороший базис для роста доллара. Но пока котировки по паре доллара японская иена 115.64. Каждый раз, когда мы будем констатировать с вами 20 января ослабление данной валютной пары, я буду говорить о том, что это прекрасная возможность, чтобы поднять пару по более низким ценовым значениям, по более приемлемым и потенциально профитным уровням. Потому что дальше непременно будет сопротивление 120, потому что иначе и быть не может. Очень рано еще говорить о негативных последствиях реформ Трампа. И самое время говорить о том, что они начнут уже реализовываться. И пока что в порядке ожидания будут, конечно же, и подогревать макроэкономические отчеты, и настроение потребителей, и инфляцию. Ну и, конечно же, жесткость позиции ФРС, который будет повышать процентные ставки. Евро против американца. Вчера мы видели рост, он был связан с тем, что доллар локально ослаб. Поддержка для евро была связана только с этим. Не стоит искать оправдания для роста в чем-то другом. Потому что прочая картина, она остается негативной для европейской валюты. Сейчас все больше внимания смещается в пользу политических рисков, которые, может быть, отчасти и стали причиной, из-за которых Европейский Центральный Банк так слабо оценил перспективы экономического роста на 2017 год. Я бы даже сказал то, что сейчас для европейской валюты, пожалуй, вот эта политическая неопределенность и распространение популизма, связанного с тем, что определенный исход выборов в Германии и Франции может стать причиной продолжения этого цикла распада ЕС, создаст долгосрочную массу негативных факторов, которые будут цивилизировать о возможности все-таки тестирования паритетного значения. Если вы долгосрочный трейдер, я думаю, что вы уже находитесь в коротких сделках. Давайте не терять бдительности, смотреть и верить в то, что этот уровень падет. Доллар-канадец. Также не совсем логичное поведение вчера, поскольку мы увидели резкое ослабление нефти. А вот эта пара USD-CAD показала совсем незначительный диапазон. Может быть, речь идет об отложенном эффекте. Если это так, то нам остается вот сейчас уже рассчитывать на то, что девальвация канадцы все-таки будет очевидна. Сегодня, кстати, отчет в 16.15, значит, из строительства недвижимости по Канаде я жду слабые цифры, потому что вообще уже давно не верю в рынок недвижимости Канады. И жду то, что очередной блок статистики слабых данных станет вкупе с ослаблением цен на нефть большим стимулом для распродаж канадского доллара. Поэтому по USD-CAD, как я отмечал раньше, идем с вами снова на сопротивление 1.35. И в 0.30 по московскому времени сегодня из отчетов, ну точнее уже даже не сегодня, а со вторника на среду, это первый отчет по запасам нефти США, американский институт АПИ. Посмотрим за фактическими цифрами. Я считаю, что исходя из сезонности, конечно же, лучше отчитывать на то, что запасы снова снизились. Это фактор локальной поддержки. Но надеюсь на то, что сейчас для участников рынка более определяющими будут не локальные релизы, а все-таки вот факт того, что на рынке достаточно негативо, такого системного, фундаментального, связанного с ростом объемов добычи со стороны Ливии и Нигерии, которые не ограничены никакими обязательствами, которые характерны для ОПЕК. То есть они могут увеличить производство до тех уровней, до которых вообще способны. Никто их в этом не обвинит. Напротив, будут поступать абсолютно правильно, потому что сейчас у них прекрасная возможность, чтобы расширить себе собственную долю и повысить экспансию на всем мировом рынке углеводородов. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, то, что форума о маркетсе, канал на YouTube всегда открыты для них. Я с радостью и с большим удовольствием отвечу на все те вопросы, которые будут, собственно, обозначены там. И не забывайте, конечно же, подписываться на наш канал, те, кто этого еще не сделал, и оставить лайки. На этом все. Всего доброго. До свидания.